Настало время подвести итоги уходящего сельскохозяйственного сезона. Эта программа «Интересно» в студии Артём Жилёв. О том, какой собрали урожай, расскажет заместитель министра сельского хозяйства Геннадий Луценко. Геннадий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. И сразу первый вопрос. Сколько удалось собрать в Калужской области урожая в этом году? Спасибо. Хороший вопрос. Год был с точки зрения погодных условий не самым благоприятным, поэтому каких-то рекордных урожаев, достижений в этом году нет. Но есть гораздо более ценная вещь – это стабильность нашего агропромышленного комплекса в Калужской области, который позволяет нам получать достойный урожай каждый год с прибавкой. То есть каждый год мы уверенно прибавляем в валовом продукте, и поэтому нашим калужанам есть чем гордиться. Я уверен, что ставит перед собой область амбициозные задачи, например, миллион тонн произвести молока или 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. И эти цифры нам помогают так уверенно смотреть вперед и двигаться к намеченной цели. В этом году еще уборочные работы до конца не завершены, но предварительные итоги можно подвести. По растеневодству, по зерновым, зернобобовым мы уже порядка 270 тысяч тонн собрали. Это хороший урожай. И что здесь особенно радует – это урожайность. 34 центнера с гектара. Если так ретроспективу сделать, то еще буквально лет 15 назад, и 20 центнеров для Калужской области было хорошо. Но специалисты, новые технологии, новые сорта позволяют нам достигать таких результатов. И останавливаться мы на этом не собираемся. Есть районы в Калужской области, именно районы, не какие-то там потемкинские деревни или отдельные участки, которые в этом году сработали с урожайностью 50 центнеров с гектара и больше. Например, Пермышевский район. Поэтому вот эта цифра 300 тысяч – это не что-то такое недостижимое. Это те реальные цели, задачи, которые мы сегодня можем ставить перед нашими крестьянами. И, я думаю, уверенно их достигать. В этом году хороший урожай получили по техническим культурам. Еще буквально лет 5-7 назад, например, с РАПСом мы работали как так в диковинку, какой-то такой необычный для нас продукт. За это время, почувствовав, что есть на рынке востребованность к этой культуре, мы стабильно порядка 10-12 тысяч гектаров ярового и озимого РАПСа сеем в Калужской области. И вот в этом году получаем тоже, где-то как и в прошлом году, порядка 30 тысяч тонн РАПСа, семян РАПСа. И уже ставим такую задачу, что надо бы нам свой заводик по переработке РАПСа ставить в Калужской области, чтобы вся дополнительная прибыль от производства этой культуры оставалась здесь, у нас, в Калужской области. А сейчас, получается, сырье отправляется в какие-то другие регионы? По большей части, да. Есть у нас одно предприятие, которое в Кирове производит РАПСовое масло. Но те объемы, которые мы сегодня уже имеем в Калужской области, и то, о чем наперед так задумываемся, планируем, я думаю, уже реально позволяет нам говорить о строительстве своего завода по переработке РАПСа. Есть у нас определенные успехи и при заготовке кормов. В этом году надо отметить с большим удовлетворением, что под кукурузу мы засеяли более 40 тысяч гектаров. И эта культура все более и более занимает в балансе, в кормовом балансе у нас весомое место. И вот уже заготовка кормов показывает, что из кукурузы силос в этом году заготовлен на 10 октября в 2,5-3 раза больше, чем на ту же дату по прошлому году. А это очень ценный, хороший корм, который позволит нам держать высокую планку продуктивности молочного животноводства. Я уже говорил, что вот амбициозные цифры ставим, миллион тонн молока по Калужской области. Ну, еще лет 10 назад, конечно, эта цифра была такой, ну, не совсем осязаемой, может быть, для простых калужан. Но Анатолий Михайлович Артамонов, наш тогдашний губернатор, четко, наверное, вот так вот наперед просчитал потенциал Калуги и сказал, что эта цифра нам по плечу. И действительно, вот за эти годы продуктивность животных увеличилась более чем в 2-2,5 раза. И в этом году мы выходим уверенно на цифру 9200 килограммов на дойную корову. По сравнению с остальными регионами эта цифра, она большая, маленькая? Ну, вот по продуктивности калужане на сегодняшний день входят в лидирующую группу регионов Российской Федерации по продуктивности. Если брать центральный федеральный округ, то мы уверенно находимся в тройке лидеров. Ну, а если по всей стране, то где-то вот пятерка – это наше законное место. То есть, несмотря на то, что не юг и не так много плодородий, допустим, как в Воронеже или, допустим, в Ростове все равно? Ну, кстати, юг, он больше сориентирован на зерновые культуры, а мы – благодатная земля для кормовых. И вот в этом году, я думаю, мы на одну условную голову заготовим более 30, ну, цифра такая, чтобы ее не злазить. Знаете, как рыбаки не хотят говорить, какого размера рыбу собираются поймать. Так я не буду говорить окончательную цифру, но она будет значительно больше 30 центнеров с гектара. А это практически полуторагодовой запас кормов. То есть, есть хорошая тема для крестьян – накормить и свой скот, и, возможно, с выгодой реализовать излишки кормов в другие регионы. Потому что этот год, я сказал, был не очень благополучен с точки зрения погодных условий. В некоторых регионах была серьезная засуха, и уже поступают запросы, предложения о продаже кормов для тех регионов, которых не смогли полностью обеспечить себя кормами. Продовольственная безопасность – это одно из основных, чем мы сегодня занимаемся. И, смотрите, продовольственная безопасность, она ведь складывается из каждого из нас. И вот сегодня калужане производят, ну, в сутки, 1400 тонн молока. Если разделить на миллион жителей Калужской области, то получается более литра. Если умножаем обратно на 365 дней в году, то есть каждый из нас съедает 365 килограммов молока. Ну, сыр, творог, да, не обязательно его выпивать. Это значительно больше медицинской нормы. Это значит, что наши дети, которые ходят в школу, в садик, старики, взрослые, будут здоровыми, крепкими, жизнерадостными. Это вот то, что вселяет уверенность в завтрашний день. Эта продовольственная безопасность, она как и безопасность национальная, да, она вот здесь вот переплетается. Поэтому выделять кого-то, ну, было бы, наверное, не совсем правильно. И вот завершающий вопрос. Почему стоит сегодня идти в эту отрасль? Ну, потому что, наверное, хороший вопрос. Спасибо. Он, с одной стороны, простой, очевидный, а с другой стороны, чтобы на него ответить, можно было бы написать, наверное, целую поэму. Да, потому что эта отрасль, она самая востребованная, самая рентабельная, самая благодарная, да. Действительно, мне могут сказать, нет, это неправда. Это вот работаешь, работаешь без выходных, и от фермы, например, невозможно оторваться. Это непрерывный процесс. Корова уже не знает, что есть выходной, и вот этот день там у человека, значит, должен быть какой-нибудь там уикенд. Он уехал, и все, ее закрыл на ключ. Это не ящик с гвоздями. Но, с другой стороны, тот, кто действительно по призванию своей души прикоснулся к этому труду, его, наверное, никакими ковришками не выманить с села, не заставить заниматься другой деятельностью. Это, понимаете, не просто труд ради труда, чтобы заработать деньги. Это труд, который приносит колоссальное моральное удовлетворение. Вот посоветую каждому, чтобы понять эти чувства, вот просто посадить семечку, да, у себя вот дома на подоконнике, и наблюдать, как растет этот вот росточек. Ведь это живое. Вы за ним ухаживаете. Вы отдаете ему частичку своего тепла, и потом из этого получается конкретный результат. У растеневодов этот результат получается, ну, практически два раза в год, да, и весной, и осенью. Это весенний сев, а зимний сев. У животноводов это может быть, ну, подольше процесса, он более длительный, потому что надо вырастить, там, например, цыпленочка или теленочка. Ну, хотя с цыплятами тоже в пределах одного сезона можно, как говорится, пронаблюдать весь этот рост. Правда, потом с ними расставаться тяжело. Но все равно вы каждый день общаетесь с живыми существами. Телята. Уникальная вещь, когда вот это любопытное животное, оно ходит за вами, смотрит вам в глаза, вы за ним ухаживаете. Это вот такая ментальная связь, которая подпитывает человека вот этим вот добром между человеком и животным. Ну, кстати, и крестьяне-то, наверное, поэтому и живут дольше, что у них вот эта моральная устойчивость, моральное состояние гораздо более благополучное, чем, на мой взгляд, у горожан. Это я вам как бы лирику, да, а по сути здесь мы все равно каждый день этим пользуемся. И правильно выстраивая производственную программу, маркетинговую программу, мы, безусловно, в сельском хозяйстве будем получать нормальную рентабельность этого хозяйства. Поэтому заниматься, безусловно, надо. Надо учиться, как работать на селе, надо учиться тем специальностям, которые востребованы на селе. То есть это не та отрасль, куда уходят те, кому, как говорится, уже, которых уже нигде не берут. Это абсолютно не так. Сегодня, например, один комбайн стоит там 45 миллионов, если дороже. Трактор современный стоит 20 миллионов. И будучи, например, руководителем хозяйства, я на такой трактор, извините, не всякого инженера могу посадить, да, для того, чтобы он на нем работал, его правильно обслуживал. Если все это правильно делать, то такая техника служит очень долго. Я не могу позволить, например, неграмотному агроному какой-то неправильной операции погубить урожай, который стоит десятки, сотни миллионов рублей. То есть все там складывается таким образом в сельском хозяйстве сегодня, что квалифицированные люди, квалифицированные специалисты получают хорошую, достойную заработную плату. И уходить из этого бизнеса, безусловно, они не собираются. Геннадий Михайлович, спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста, будут еще вопросы, задавайте, приглашайте. Всегда рады ответить на интересующие вопросы вас и калужан. А с вами была программа «Интересно». Нам всегда есть о чем поговорить. До свидания.